Канал GT-класс, с вами Андрей Щетников. И вопрос, который вынесен в заголовок этого ролика, возник в результате переписки с одним из подписчиков нашего канала. Я подумал, что может быть его интересно будет и озвучить для всех. Чем отличаются диэлектрики от изоляторов? И ответ состоит в том, что это по сути одни и те же вещества, но рассматриваемые с двух разных точек зрения, или сообразно двум разным их функциям или свойствам. Когда мы говорим об изоляторах, нас интересует свойство этих веществ плохо проводить электрический ток. Ну, идеальный изолятор, воображаемый, он вообще электрического тока не проводит, его удельное сопротивление равно бесконечности. А реальные изоляторы, конечно же, обладают каким-то большим, но тем не менее конечным удельным сопротивлением. И пусть плохо, но тем не менее проводят электрический ток. И здесь нужно проводить правильно границу между тем, что значит хороший изолятор и что такое не очень хороший изолятор или плохой изолятор в той или иной ситуации. Ну, вот взять, например, дистиллированную или даже дионизированную воду. Конечно, по сравнению с металлами у нее очень большое удельное сопротивление. Но по сравнению с пластмассами или там многими, в общем-то, и жидкостями, ее удельное сопротивление достаточно мало. И есть ситуации, когда даже дионизированная вода уже не будет являться хорошим изолятором, потому что по ней будет течь электрический ток. Ну, особенно, когда речь идет о больших напряжениях, ну, соответственно, и токи будут уже заметными. Ну, или нас могут интересовать времена разрядки через этот материал, времена релаксации. Они тоже будут уже не столь великими, как в случае с пластиками. Ну, и, кстати сказать, изоляторы нас интересуют с еще одной стороны, а именно со стороны их сопротивления, как бы того, каково у них напряжение пробоя. Какое напряжение или какую, вообще говоря, какое электрическое опоре, лучше говорить, они могут выдержать без пробоя. Ну, опять же, здесь есть, как бы, разные материалы, и в одних ситуациях одни из них, как бы, могут служить изоляторами по отношению к этим напряжениям пробоя, а другие уже рассматриваются как не очень пригодные. Это про изоляторы. Теперь про диэлектрики, то есть про те же самые, как бы, правила вещества, но рассматриваемые уже под другим углом зрения. Потому что, когда мы говорим о диэлектрике, нас интересует его диэлектрическая проницаемость. Ну, собственно говоря, что это такое? Диэлектрик, помещенный во внешнее электрическое поле, сам поляризуется, и внутри него за счет поляризации появляется наведенное электрическое поле, которое ослабляет внешнее. Так что суммарное электрическое поле внутри диэлектрика, по сравнению с этой же ситуацией в вакууме, электрическое поле при тех же, значит, источниках его, оно ослабляется. Ну, и опять-таки, как бы, одно делает такая вот простая картинка в электростатике, а другое дело, когда речь идет уже о поведениях тех же веществ в высокочастотных полях, в радиодиапазоне, а тем более в световом диапазоне, ну, как бы, картинка начинает расширяться по сравнению, так сказать, с простой картинкой из школьного учебника. Ну, а кроме того, многие идеи электрики, опять же, обладают любопытными и полезными свойствами, ну, там, электреты, сигнетоэлектрики, пироэлектрики, пьезоэлектрики. Ну, и эти свойства, они интересны с точки зрения возможности их применения и приложений. Ну, наверное, отдельно еще нужно сказать, потому что вопрос этот постоянно возникает, как я вижу, ну, по поводу свойств вакуума. То есть, можно ли говорить, что вакуум – это диэлектрик? Ну, формально, конечно, можно, только диэлектрик с диэлектрической проницаемостью равной единице. А нас обычно интересуют диэлектрические проницаемости отличные от единицы и даже заметно большие, чем единица. Ну, тем не менее, если хочется так сказать, то можно сказать и так. Ну, во всяком случае, вакуум, надо заметить, является отличным изолятором, ну, в первом смысле. Как бы он вообще не проводит электрического оттока, да? Если в него нет каких-то частиц, ну, например, электронов в вакуумной лампе, которые не самому этому вакууму принадлежат, а в него инжектируются. И вакуум обладает и достаточно высоким сопротивлением электрическому пробою по сравнению с воздухом. В воздухе искра проскативает при меньших напряженностях электрического поля. Ну, так что, если хочется, то можно так на него смотреть. И когда речь идет о конденсаторе, надо прямо сказать, что есть, опять же, этот вопрос, тут мне его уже регулярно задают, ну, да, есть такие устройства. Вакуумные конденсаторы, они применяются на радиостанциях, ну, достаточно сложные по устройству. Ну, в общем, какой-то, в каком-то смысле, вот, электровакуумные приборы, они все достаточно сложно устроены. И достаточно дороги по этому, и емкости там не такие большие, понятное дело. Но такие, как бы, такие, эти самые элементы существуют. И в этом смысле, ну, вакуум является в этом конденсаторе тем, что находится между его обкладками. Ну, хотя, говорить вот как-то специально про диэлектрические свойства вакуума, это странная речь. Хотя, когда-то, так сказать, исторически, речь шла и про диэлектрическую проницаемость вакуума. То, что обозначается эпсилон нулевой, сейчас называется просто электрической постоянной, да, в системе Си. Но об этом, наверное, поговорим как-нибудь в другой раз и отдельно. Откуда возникла такая терминология и, как бы, как это исторически все складывалось. Ну, а сейчас спасибо вам за внимание и до новых встреч.